В Ульяновском речном порту обычно спокойно и тихо, безмятежно и выглядит и сама гладь Волги. Но это только кажущееся спокойствие. Нарушителей порядка хватает и на реке. И специалисты знают, сколько на самом деле опасностей и скрытых угроз может таить река и ее берега. Основная беда в Волжской акватории – браконьеры. Ежегодно в конце весны и начале лета недобросовестные рыболовы ставят под угрозу целые популяции речной рыбы. Чаще всего нарушители полицейским сдаются без боя. Но на водной глади случаются и погони. Чаще, конечно, люди начинают хитрить. Говорят, что они либо не знали закон, либо забыли документы дома. Но, как правило, все это выясняется, что это не так. И люди просто обманывают. С окончанием периода нереста браконьеры не исчезают. Только в этом году более полусотни административных нарушений и 17 преступлений. Зачастую браконьерством грешат безработные ульяновцы, пытающиеся нажиться на продаже незаконно добытой рыбы или раков. Патрулируют акваторию речные полицейские совместно с ГИМС МЧС и Росрыболовством. В наличии четыре катера, которые могут развивать скорость до 70 км в час. С закрытием навигации рейды не прекращаются. Зимой проходят на снегоходах и автомобилях. Приходят молодые сотрудники, в основном те, кто отслужил в армии, кто имеет желание работать, служить. На работу приходят. Сам Владислав Сулиган пришел в речную полицию в 2019-м. До этого работал в МЧС. Все, с кем несет службу, как и он, всегда хотели стоять на страже порядка. Работы хватает как на воде, так и на берегу. Работаю здесь три года в речной полиции. Училась в колледже государственной и муниципальной службы после школы и устроилась сразу сюда. Мы пишем протоколы за рыбу, за распитие, за курение в запрещенных местах. А еще речная полиция охраняет порядок на мероприятиях в речном порту, на транзитных теплоходах. В 2018-м во время чемпионата мира по футболу полицейские сопровождали прогулочные суда с иностранными болельщиками. В основном здесь спокойно, говорят сотрудники линейного отдела. И чтобы так было всегда, они несут службу ежедневно, круглый год. Вера Мещерякова, Сергей Рябухин, репортер 73.